Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале Таня Лебедь-Онака. В кадре мои новые серьги. Приобрел мне их муж в тот же день, когда и стеллаж. Сегодня я отвечу на некоторые комментарии, которые были написаны под роликом о стеллаже. Ну и серьги будут на мне. Посмотрите поближе. Еще раз здравствуйте, дорогие зрители! Я выписала кое-какие вопросы. Очень мне понравились все ваши комментарии. Вы даете мне советы. Дельные это советы или недельные? Это другой вопрос. Единственное, что я хочу, конечно же, сказать. Ну, настолько все индивидуально. Например, один зритель написал, что вперед, конечно, лучше поставить более мелкие изделия. Ну, например, вот эти чашечки Рига, а туда на задний план кофейные. Но я что хочу сказать, мое обоснование на этот счет. Я вообще хотела поставить просто в один ряд вот эти кофейные чашки ЛФЗ-колокольчик. Ну, а куда же деть рижские? А место позволяет. Конечно, я очень бы хотела, чтобы все это стояло в один ряд. И, честно говоря, я думала, что полки будут более маленькие. По этому вот расстоянию, высоте. А здесь видите, сколько места. Конечно, сюда бы хорошо встали вот такие ростовые фигурки. Но будем менять. Будем, конечно же, что-то делать и еще. Вообще, честно говоря, глаз радуется. Я когда захожу в двери и вижу этот шкаф, очень мне радостно и очень-очень мне нравится вот это. Ну, и что же спрашивали? Один из вопросов был, как я отношусь к БУ. А я уже на этот вопрос как-то отвечала. Вы знаете, у нас все-все везде БУ. Все. Мы родились на том родильном столе, на котором рожали уже до нас. Если мы лежим на операционном столе, это тоже БУ. Конечно, тему затронула такую, потому что я сама с этим связана. А помните, когда-то в советское время капельницы были многоразовые. Мы их мыли, дезинфицировали, сдавали в автоклав и заново использовали. Сейчас все многоразовое ушло и появилось очень много одноразового, но тем не менее. Все покупают и антиквариат, и винтаж, и мы пользуемся. Сама планета наша, планета Земля БУ. Даже новый дом, он стоит на том месте, где, возможно, когда-то был парк, или кладбище, или какая-то школа, или еще что-то. Ну, то есть мы никак не можем уйти от воздействия вещей БУ. Просто нужно поменять свое отношение к этому. Я, конечно же, эту полку помыла с локом. Лок это такое средство. Мне оно очень нравится. И пользуюсь, и очень даже рада. Очень нравится именно вот эта вещь. Ну, а фарфор, конечно, он своеобразный у меня. У кого-то лучше, у кого-то и такого нет. Давайте следующий вопрос. Расстановка так себе. На этот счет тоже я могу сказать, что это все очень индивидуально. Вот. Даже, знаете, если кто-то скажет, не обижайтесь, я вообще не обижаюсь, потому что, ну, правда, вы знаете, это настолько все индивидуально. То, какой мы выбираем кафель, то, какие у нас шторы, даже то, что мы кушаем, это все очень индивидуально. А сейчас мы с вами посмотрим на шкатулочку на мою. Вот, посмотрите. И тоже девушка написала мне, что она покупала себе подобную шкатулку в 1986 году. Только моя меньше размером, а ее шкатулочка больше. И стоила она 80 рублей. И она просит меня рассказать о ней. Но я ничего и не могла рассказать. Сама так подумала, что это яшма. Визуально я так определила. Я покупала в комиссионной лавке. Сама решила, что это яшма. Девушка мне пишет, что это бронза. Но я нашла информацию, что это мельхиор. И что вы думаете? Я сейчас вам покажу этикетку от подобной шкатулки. Я в интернете нашла. Каскварт Самоцветы. Город Талдыкурган. Шкатулка Лоза. Малая. Моя шкатулка малая. У зрительницы большая шкатулка. Моя стоила 40 рублей. Ее шкатулочка стоила 80 рублей. Казахстан. Ювелирный завод. Вот так. Благодаря зрителям я выяснила, что это произведено в Казахстане. И теперь даже хочу и еще купить нечто подобное. Не знаю, получится или нет. Но прелесть, конечно, прелесть. На мне новое кольцо. Мое я, которое показывала. Да, и серьги. Вы видите, на мне новые серьги. Муж потакает всем хотелкам. Тоже получила такой прикольный комментарий. Как потакает? Я вам расскажу, как. Я посадила все в огороде. И уже мысленно подсчитывала урожай ведрами. И муж не закрыл калетку в огород. И собака вытоптала мои грядки. Поэтому у меня новые серьги. А, я же забыла сказать. У меня же еще и новый браслет. Я потом его покажу поближе. Это тоже Сингапур. Это сапфиры в серебре. Вот так. В огород буду восстанавливать. Об иконах спрашивали. Это полностью из дерева иконы. Делал мастер один и тот же. И их можно и на полку ставить, и вешать на стену. Я поставила на полочку. Иконы освещенные. И мастер, который их делал, он тоже получил благословение на эти иконы. О шкатулочке я вам рассказала. Один комментарий поступил. Черепки нынче не в тренде. Я написала, что человек ошибается. Вы посмотрите, в магазинах очень много черепков. И стекло, и фарфор, и фаянс, и керамика. У меня через дорогу фикс прайс покупают. И кружки покупают. Постоянно меняется ассортимент. И свечи покупают. И подсвечники покупают. Посуда самая разная. Мне даже можно снимать обзоры из фикс прайса. Я пока не ставила себе такую цель. Так что насчет черепков, которые нынче не в тренде, я не согласна. Я смотрю обзоры некоторые жилищ, разных известных людей. Мало кто страдает именно минимализмом. В основном люди любят вот эти вещи в мелочёвочку. О своих покупочках я рассказала. И ещё немножечко добавлю об отношении к БУ. Не надо этого бояться. Можно ещё сострить. У некоторых и мужья БУ. Да не у некоторых, а у многих. И что теперь? Да, вот такая я юмористка. До встречи, дорогие зрители. Я всегда очень рада встрече с вами. И всегда жду эту встречу. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok